Получилось очень драматично и уфимцы где-то проявили героизм, но все-таки остались без очков. Салават Юлаев сегодня должен быть очень злой командой, злой прежде всего. Кутузов бросает в дальний угол, да, 4 на 4 команду у нас играет, то что удаление обоюдное, 2 23 номера. Макаров и Шитиков на скамейке, опасный момент, Сятыри вступает в игру. Неплохо комбинируют хоккеисты в белой форме. Очень быстро ходит шайба Гребешков, одно касание передачи, а вот теперь можно и бросить, не стал бросать Гребешков, не очень удобно. Было гул! 1-0 в пользу Витязя Марио Кемпе. Забрасывает первую шайбу в континентальной хоккейной лиге. Киньет. Это опять же к вопросу о том, было ли право удалять в этой ситуации, абсолютно точно было. Макаров ходит в зону, режет угол, опаснейший момент и добивание. Ари Сятыри вытаскивает соперника. Макаров эту атаку начал, вот так в ближний угол, но там щиток Сятыри, финн внимателен был. А вот бросок Мерезкина, это уже из категории опасного было. Удар соперника клюшкой, и Витязь теперь втроем обороняется. Свою попытку подмосковный клуб реализовал, свою попытку реализует и Салават Юлаев. Счет у нас становится 1-1. Мощный бросок с убойной позиции, без подготовки и практически в притирочку. Там Сятыри среагировал и даже коснулся этой шайбы, но все равно она залетела в ворота. Макаров в шайбе, разворачивается, включает Кольцова, Кольцов смещается. И перевод какой выполняет на харте Кайнина. Удаление перейдет еще и на второй период. Опасная передача, Кольцов поражает ворота. Великолепный бросок и 2-1. Причем гол кипера, браво, браво Кирилл Кольцов. Такие, наверное, не берутся. Улучшать свою игру. Таким был ответ на вопрос, какие итоги после первого матча. Ох, какой момент! Сахацкий успевает опуститься на лед и выставить свой щиток. Сначала бросок в ближний угол. Сахацкий планировал эту шайбу поймать, но она угодила. Немножко в другое место, поэтому игра была продолжена. И вот здесь уже пришлось реагировать по ситуации. Пятерка у Салавата Юлаева. Пильстрим активен впереди, но его передача отрезает. Афиногенов может выкатиться. И не попадает Афиногенов. Вот это момент был сейчас у Витязя. Продолжается атака подмосковного клуба. Отбивается Салават Юлаев. Как же так, что там произошло, не поймешь даже сходу. И Кайгородов в дальний угол. Но там не забиваешь ты, дальше сами знаете. 3-1 в пользу Салавата Юлаева. Фантастика просто. Ну вот, собственно, Афиногенов убрал. Ведь Галкипра и попал в штангу. Сам не поверил тому. И затем Пильстрим оставляет шапку Кайгородову. В дальнюю девяточку. Шикарнейший просто бросок. Изумительный. Вот с этого ракурса можно еще раз насладиться. Ну, что здесь мог поделать Харри Сятер. И такие не берутся просто никогда. Центр. И сразу же бросок Горока. Столкновение на пятачке у ворот Салавата. Офинцы идут в атаку. Хороший силовой прием. Селезнев браво. Чисто в корпус. И Дубровский оказывается на льду. Тогда количество штрафов неизменно увеличится. Вот здесь на встречном движении. На открытом льду. Великолепный силовой прием. Настоящий хит. Ну что, пришел в порядок там на скамейке. С игроками. В этом нет ничего удивительного. И тоже где-то подсказывает. Макаров. Бол. Ну, такие шайбы нельзя дарить. Дмитрию Макарову. Вот такой вот выброс в исполнении Никиты Шацкого. Прямо на клюшку. Оппонент. Гребешков до шайбы не дотягивается. Им нужно бежать назад. Нужно отрабатывать. Бросок в дальний угол. 5-1. Точнейший бросок и Илька Хейкинин укрепляет преимущество Салавата Юлаева. Артиканин. Куда. Бросок. Подставлена клюшка. И Макаров оформляет дубль. 6-1. Передача очень сильная. Так, чтобы подставил клюшку. И шайба все равно летела. Он сегодня провел очень уверенно матч. Хотя начало было непростым. Макаров.